Мы отрабатываем оказание первой помощи военнослужащим на поле боя. Защитники отрабатывают наложение повязки при ожоге руки. Поверхность обрабатывается специальной салфеткой, накладывается обезболивающее, повязка и бойца эвакуируют в медпункт. Узнают мобилизованные и способы помочь себе самому, например, наложить жгут. Чтобы не проходил палец, видите, палец не проходит, пульса нет. Соответственно, кровотечение ниже мы остановили. А здесь уже другая учебная точка, где отрабатывается перемещение бойцов. Мы должны научить ребят, как перемещаться по полю боя, от укрытия к укрытию, мелкими перебежками. Для того, чтобы они могли укрыться от огня противника. Также обучаем здесь стрельбе из различных положений, стоя с колен лежа. У ребят мотивация огромная, боевой дух классный у них. На высоте. С начала недели мобилизованные из Вологодской области проходят обучение или переподготовку в Костроме. Здесь располагается учебный центр. 29 сентября здесь побывала делегация от Вологодской области. Мы встречались с нашими вологжанами, земляками, которые мобилизованы по указу президента. Соответственно, на встрече присутствовал полный залп, почти 300 человек. Соответственно, живут они в кубриках, в общежитиях по 4 человека. Но на встрече обсуждались все вопросы, которые волнуют наших вологжан. Председатель ЗАГС Собрания рассказал о региональных мерах поддержки мобилизованным и помощи, которую планируют оказывать семьям бойцов. Но больше всего вологжане беспокоятся о тех, кто остался в тылу. О семьях, родных и близких. Глава Вологда Юрий Сапожников записал все просьбы бойцов с телефонами и адресами. На самом деле, есть проблемы с точки зрения бытового обеспечения. Ну, буквально, это не касается каких-то необходимых специальных вещей. Министерство по линии Министерства обороны. Бытовых вещей не хватает. Например, не все бойцы взяли с собой из дома резиновую тапочку, резиновую обувь для посещения бани. Это обеспечим, это поможем, в ближайшее время соберем и отправим. Кто-то говорит о том, что лекарственные средства, которые взяли с собой из дома, не специфические. Не специфические. Ну, то есть, буквально, йод, таблетки, головные боли, что-то еще, какие-то средства. Не у всех они имеются. В Вологде собрали, заканчиваем сбор аптечек. Мы тоже, наверное, на этой неделе сюда отправим. Обстановка в учебном центре спокойная. Все волокжане в одном подразделении. На территории центра благоустроены корпуса с отоплением, банная часть, санитарная часть, столовая. Здания отремонтированы и находятся в хорошем состоянии. Для бойцов обеспечено трехразовое питание. Есть вопросы, что у людей, некоторые люди приехали сюда, имея ряд хронических заболеваний, по которым они, к сожалению, на этапе проведения военкоматных мероприятий не предоставили документы. Но мы договорились, об этом скажет Олег Анатольевич, это будет здесь сделаться в ближайшее время. Вот, например, по электронной почте, да, сюда ничего нельзя, никакой документ там переправить. Давайте это делать через меня. Я готов в любое время собрать какие-то недостающие документы, ну, пускай родственники переправят, да, медицинские. Значит, и просто сам привезти сюда и отдать воинскую часть ребятам. Свой список вопросов собрала и сопредседатель Вологодского отделения Общероссийского народного фронта Алла Климова. Это вопросы самочувствия в Лакжан, заботы о семьях мобилизованных. По ее словам, помощь со стороны ОНФ также будет адресной. Посмотрев в глаза командирам, замполитам, офицерам, которые работают с нашими мобилизованными ребятами, я получила ощущение уверенности, что они в надежных руках. Мужчины знают свое дело, они сдержаны, спокойны, профессиональны. Командир, руководитель этой учебной части, он сказал, что ваши офицеры поедут с вами туда. Лейтенант медицинской службы Илья окончил военную кафедру и является офицером запаса. Сейчас он руководит медицинским взводом, который призван спасать людей с поля боя. Вот эти бойцы, которыми я лично очень горжусь. У меня бойцы из Череповца, из Вологды, Сиамжа, Пич-Городец, очень много там, все районы области поучаствовали. И вот я могу сказать, что меня переполняет чувство гордости нашей Вологодчины. В Вологжане, говорят, организация в учебном центре достойная. Предоставляются все возможности по получению нужных знаний. Бойцы настроены решительно. Ощущают ответственность за будущее страны перед своими близкими. Потому что они не виноваты в том, что сейчас здесь вообще произошло в нашем мире. Но мы обязаны это остановить. Любой ценой. Потому что если не мы, ну тогда мы... Ну кто мы тогда перед своими детьми? Настрой исключительно боевой. В Костромском учебном центре мобилизованные пройдут обучение или переподготовку. И дальше отправятся к местам несения службы. Проблемы, озвученные волокжанами, не останутся без внимания. Екатерина Шабалова, Татьяна Платонова, Алексей Сапегин, ВологДРФ.